Я думаю, ничего страшного с заключёнными не случится. Впоследствии даже, я думаю, сделать уклон на то, чтобы у каждого зэка была отдельная камера, и с этим проблем вообще никаких не было. Грант мне нужен тюрёмный блок А. По идее, до 15 заключённых я должен сделать нашу тюрьму. Для этого нужно сейчас, чтобы у нас все стены для начала достроились, а потом уже я сделал, что вот эти все камеры это отдельные у нас комнаты. А именно у нас многоместная камера. Вот это всё. Разные многоместные камеры. 5, 5, и вот это вот пока 3, конечно, но впоследствии будет 5. Нам не хватает, по идее, в них только туалетов и сливных решёток, но это, я думаю, у нас скоро строители наши додумают сюда поставить их. Души и туалеты они впоследствии тоже разместят, и всё будет у них замечательно. Так, а теперь я размещаю малые трубы сюда вот, чтобы для нашим туалетам и душам был доступ к воде. Всё, мы можем видеть то, что наша тюрьма уже засчиталась выполненной на 15 человек. Замечательно. В принципе, у нас денег хватит и на тюремный блок Б. Но хотя, для начала я хочу запустить хотя бы в таком варианте тюрьму. И для начала я запущу вот сюда вот провода с электричным, чтобы здесь было оно хотя бы. И по идее, можно уже начинать заключённых сюда впихать, как только у нас закачается сюда вода. Итак, по идее, у нас камеры все достроены, замечательно. Значит, мы можем, в принципе, из общего и среднего режима заполнять нашу тюрьму до 30 человек. Через 17 часов они сюда прибудут. Мне бы не мешало изучить тюремные правила, техническое обслуживание, хотя бы чтобы были уборщики, потому что уже хлам. Займы. Ну вот это вот всё не мешало бы изучить по возможности. Пока у нас деньги на это есть, чтобы об этом не забывать пока что. Вот здесь, получается, у нас в каждой камере по двое. У нас здесь 5 камер, значит 10 человек. По идее, я могу ещё вот эту вот часть достроить тюрьмы. Нет, вот эту часть тюрьмы, получается, надо скопировать и туда вот вставить её. Сейчас, по идее, всё должно быть наилучшим образом. И теперь осталось мне дождаться, когда у нас всё устаканится и придёт в норму. Когда у нас там зэки прибудут скоро? Через 12 часов 20 человек, а у меня тюрьма на 30 как бы. Ну ничего страшного, я думаю, это нормально. О, как много у меня сразу трат получилось. Но это я так понимаю из-за того, что вот эта вот тюрьма у нас отстроилась, эта камера точнее. Ага, я вижу то, что у нас вода тут не провелась, ну потому что я, скорее всего, забыл просто разместить банально здесь маленькую трубу. Так, я думаю, что нам нужно будет построить карцер. И думаю, что в эту сторону я развиваться не буду. И карцер я построю, пожалуй, пока вот таких вот размеров вот здесь вот. Так, и нужно как-то распланировать, как у нас будет карцер. Тем более, что заключённые уже скоро прибудут. Всё, нам доступна наконец-таки уборка. Я её уже открыл. Точнее, я уже начал её открывать. А значит, скоро вот этого всего страша у нас не будет. Всё, замечательно, у нас эта построилась территория. А значит, мы можем сделать здесь здание карцера. Ой, замечательно, у нас как-то по размерам встаёт всё это. Я думаю, пока вот так вот сделать карцер. Сильно большой нам, тем более, он не нужен. Всё, по идее, карцеры они построены. И у нас повели наших первых заключённых. По режиму надо сначала что-то поменять. Думаю, сон пока им такой выделить. Потом три часа на двор. Питание два раза в день перед двором и после того, как встанут. Остальное всё, пока у них будет свободное время. Пока у них нету особо чем заниматься. Всё, по идее, наших начали принимать. Так, мне очень срочно не хватает расстановки. Для этого мне нужна охрана. Начинаем изучение охраны. Ну блин, откройте что ли вы, охранники-то. Господи, на перерыве, открой, пожалуйста, им дверь. Спасибо. А то они бедные, эти рабочие не смогли ничего сделать. Так, у нас 20 заключённых. И, пожалуй, я сделаю 10 охранников. То есть, один охранник на каждых двух заключённых. Думаю, что это оптимальный вариант. И постепенно наших заключённых расставляют по камерам, что не может меня не радовать. Мне не хватает прораба. Я тут что-то забыл об этом. Один штука я поставил. И теперь мне нужно сделать для него комнату. Ну, вот этот кабинет. То есть, мне нужно просто его продублировать. Желательно ещё один, потому что сюда ещё сейчас встанет охранник. Что? Для тебя камеры не хватает? Почему? Почему ты должен содержаться в одиночной камере? А, у тебя этот... Тебя должны в карцер разместить. Замечательно. Я вот о чём говорил. То, что его только уже привели, а его уже назначают в карцер. Вот, карцер. Я делаю вот эти вот здания. Всё, у нас будут являться карцером. И они сейчас его туда отведут. Да, замечательно. Его туда отводят. Я прораб не переживаю. Скоро тебе сделают нормальный кабинет. И всё будет чики-пуки. Всё, я хочу разнести сейчас в нашей... Вот этой зоне раздаточный стол. В количестве... Лучше двух штук. Чтобы в случае чего наши охранники и наши жители знали, где есть. Так, а вот эти, кстати, деревья нужно, по идее, уничтожить. А вот эта дверь, пожалуй, будет всегда открыта, которая в столовую. Потому что зачем её вообще закрывать? А всё, вы начали есть. Только, я так понял, у нас столовая очень маленькая. И для всех не хватает у нас еды. Так же, как и поваров. Печально, печально. Нужно, я так понял, увеличивать количество наших холодильников и всего прочего. Так же, пожалуй, я поставлю ещё парочку плит. Но ещё, пожалуй, мойки надо было разместить, но мы пока это сделать не успели. Стоп, а у нас электричество в тюрьме отрубило, потому что, да, у нас перегрелся наш генератор. Но ничего страшного в этом нету. Мы просто ставим здесь ещё парочку конденсаторов, которые охотятся на гигантские какие-то деньги. Ладно. Ничего страшного. Мы это переживём. В любом случае, у нас скоро откроются гранты, у нас всё будет замечательно. И мы, наконец-то, можем открыть нашу расстановку. Я включаю генератор, всё, он начал работать у нас. По идее, я смотрю, наших охранников хватает, даже сполна. Это очень даже хорошо. Нам доступно уборщика, пожалуй, трёх уборщиков мне хватит за глаза. По грантам, что надо посмотреть, какие-нибудь у нас, может, интересные гранты есть. Деньги, потому что мне сейчас бы не помешали. Открыть садоводство в меню биорократии. И мне остаётся для этого гранта только садоводство. Неплохо, неплохо. Но это мы скоро завершим. А, стоять, какие ещё заключённые прибывают, прошу прощения. Я так понял, это будет последний заключённый, который мы их примем. Потому что нужно срочно заняться нашей столовой, которой, в принципе, сейчас очень даже не хватает. На удивление. Для этого нужно заняться сейчас её планировочкой. Всё, по идее, я размещаю сейчас камеру. Точнее, нашу столовую. Именно до таких размеров, которыми она должна будет обладать у меня, в принципе, навсегда. И, пожалуй, ещё нужно добавить, ну, скажем, двух поваров. Так, к сожалению, игрушка у меня вылетела. Но, к счастью, я успел сохраниться. Точнее, было сохранение. Но не успел сохраниться несколько минут. Но сейчас мы это быстренько наверстаем. Игрушечка немножечко баганая, но от этого никуда не деться. На самом деле, игрушка очень давно уже разрабатывается. Она до 2015 оказывается года. Но от этого она не становится менее интересной и менее скучной. И мне нужно сейчас, по идее, нанять начальника охраны. Теперь я уже могу нанимать расстановку. И она у нас очень в скором времени откроется. Что есть очень замечательно. А вот это вот здание я по-прежнему продлеваю до примерно вот таких размеров. Конденсаторы тут размещены. В принципе, деньги у нас идут. И пельчайлица нам не стоит. Нужно, чтобы вот это вот успели за ночь сделать, ребят. Давайте вперёд. Потравитесь. А также я по персоналу, пожалуй, найму поваров до пяти штучек. Потому что я чувствую, двух поваров вообще не хватает. Я думаю, что переживать особо за то, что заключённые куда-то сбегут без моего ведома не нужно. Так как они не могут никуда сбежать. Это же, блин, остров. И всё у нас будет замечательно таким образом. Расширяться я пока никуда не думаю. Если только вот в эту сторону. Но пока нам нужно решить проблему воспитания наших заключённых. Так у нас есть опасность. 13 человек заключённых с жалобами. На что вы жалуетесь? А я не могу посмотреть, на что вы жалуетесь. Потому что нужен психолог. Для того, чтобы посмотреть, на что вы жалуетесь. Психолога нету. Четыре я уборщика нанял. Думаю, пока мне этого хватит количества. Всё, расстановка мне доступна. Тут всегда будет, думаю, одного пока охранника тут всегда хватит. И в каждом вот таком вот блоке нужно, чтобы как минимум один охранник находился. К сожалению, я забыл сделать здесь разделение блоков. А для этого нужно просто поставить здесь дверь. На средства которых у меня нет. Шикарно. Но я думаю, что ещё по-любому один охранник будет всегда находиться у нас. В нашем дворе. Ну, просто для галочки. Один охранник будет всегда находиться в приёмной. И пока, я думаю, этого количества хватит. Ещё необходимо сделать разделение. То, что это два разных блока. И у нас всё будет очень замечательно. Неужели так сложно и долго построить вот этот блок для наших заключённых? Я не понимаю. Всё. К нам, кстати, прибыли ещё одни заключённые. И теперь мы ждём, когда они все у нас наконец-таки адекватно примутся. Так, вот эта дверь у нас всегда будет открытой. По расстановке я тут добавляю всегда охранника, тут добавляю всегда охранника. И по персоналу нужно ещё парочку, пожалуй, их нанять. По идее, у нас охранников даже слишком много. Но для 40 человек 20 охранников это даже нормально. Тем более, что у нас таким образом охранники смогут выйти в более спокойном состоянии, хотел сказать, но у нас уже какой-то бунт произошёл, и взбунтовались наши люди. Раненые охранники, и нужно строить лазарет. Но сначала нужно закончить с кухней. Так, столовую я как комнату увеличиваю. По объектам ставлю здесь ещё парочку светильничков. И ещё ставлю парочку раздаточных столов. Думаю, столов-то мне хватит, а вот места, где заключённые смогли бы поесть, нет. У нас был какой-то бунт, но наши охранники смогли всё подавить. И очень даже успешно всё подавить. Я думаю, что всё обошлось. Да, но лазарет нам нужен в любом случае, и поэтому давайте возьмём грант. Я видел там то, что у нас есть грант на лазарет, но грант мы этот взять не можем. А, нет, взяли мы грант на лазарет. Всё, замечательно, всё. Отбой. Всё замечательно, у нас всё работает. Так, я думаю, что вот здесь будет неплохое место для того, чтобы разместить. Для начала я размещаю здесь землю, землицу, землицу. А уже следом я хотел размещать, начать фундамент, но у нас, к сожалению или к счастью, не хватает уже денег на него. И уже одна смерть. То ли его зарезали, то ли он сам умер, непонятно. И я наблюдаю... И я наблюдаю также такую картину, что у нас не хватает кабинета психолога. А где его разместить, я пока не знаю. Это проблемка, проблемка, ребят, проблемка, проблемка.